Музыка Выделение дополнительных средств на поддержку агропромышленного комплекса это часть программы продовольственной безопасности. Главная задача помочь местным сельхозпредприятиям, говорят представители регионального отделения партии «Единая Россия». Партия у нас состоит не только из рабочих, она состоит из тех же крестьян, из тех же жителей села, которые там живут. Естественно, она заботилась этим вопросом, она пытается помочь, помочь не в плане того, что кто-то другой не выполняет, правительство делает все, что может, но еще плюс дополнительная поддержка со стороны партии. Те же 15 миллиардов рублей, которые выделяются, там есть гардовировка на три группы, на растениях, на животноводство, на дороге, на жилье. Я считаю, что это достаточно большое подспорье. Дополнительные средства, которые выделят агропромышленному комплексу нашей страны, распределят по целевому принципу. 12 миллиардов 125 миллионов будут направлены на субсидирование краткосрочных кредитов. Эти средства должны помочь развить кредитование сельхозпроизводителей. 10 миллиардов выделят на увеличение объема поддержки растения водам, так называемой погектарной. Это дополнительные ресурсы для сельхозпроизводителей, в том числе и для проведения весенних полевых работ. Мы уже подписали с федеральным сельхозом соглашение по объему бюджетной поддержки порядка 600 миллионов. Это на прямое сельскохозяйственное производство, плюс уже тоже подписано соглашение на развитие семейных и начинающих фермеров. Это свыше 40 миллионов. Плюс на социальное развитие села до 2013 года программа уже подписано соглашение в объеме 160 миллионов. Дополнительные с федерального центра российскому ОПК выделят средства компенсации затрат птицеводческих и свиноводческих предприятий на удорожание кормов. В целом по России на эти цели партия «Единая Россия» направит 15 миллиардов рублей. Кроме того, дополнительные средства будут направлены на стимулирование увеличения обработки земель. Задача, которая стоит перед министерством и правительством края, привлечь федерального ресурса на уровне миллиарда рублей. И плюс краевой бюджет инвестирует в текущем году в отрасль миллиард 600, чуть-чуть больше миллиарда 600. И эти средства в бюджете края зафиксированы. Буквально на прошлой неделе мы подписали соглашение с Минсельхозом России. Пермским сельхозпроизводителям необходима модернизация агропромышленного комплекса. Не меняясь технически, местные хозяйства не будут конкурентоспособными. На обновление парка «Сельхозмашин» в этом году дополнительно по инициативе «Единой России» направят 5 миллиардов рублей. И только сейчас, в последние годы, начали обращать внимание на село. Когда стали понимать, что продукцию, которую получаем из-за границы, низкого качества и то, что нам абсолютно не нужно, со всякими там буковками «Е», которые есть невозможные, и не умирают люди от этого, но тем не менее здоровья не прибавляется. Ну и потом есть такое понятие, как продовольственная безопасность страны. Вот эта продовольственная безопасность страны, она определена тем, как живет село. Продлено действие нулевой ставки по налогу на прибыль для сельхозпредприятий. Предусмотрены льготы по НДС при импорте и реализации племенной продукции. С увеличением объема государственной поддержки это приводит, ну по крайней мере в макроэкономическом плане, должно несколько снижать цену на продукцию на полке. Здесь очень важный вопрос, не просто оказать государственную поддержку, а дойти с этой продукцией до потребителя, то есть с помощью ярмарок, которые мы проводим сезонные, и ярмарки выходного дня, с помощью логистических мощностей, чтобы все-таки производитель участвовал в формировании цены. В целом по стране объем средств для поддержки села в этом году в три раза выше, чем в прошлом, говорят в региональном отделении партии «Единая Россия». Задача местных отделений проконтролировать, чтобы федеральные средства дошли до местных производителей и были израсходованы максимально эффективно. Вот эта задача, опять же, задача, которую стоит и президент, он постоянно в течение последних лет стоит одну задачу. Надо создать условия для работы и жизни, привлекать людей, дальше спрашивать. А иначе мы пытаемся спрашивать или там ставить задачки, но при этом не сделали самое важное. Мы не дали людям возможность жить. А мы все время считаем, что если люди существуют, то они уже должны работать. Они продолжают существовать и работают точно так же, как существуют. Уровень жизни поднять. Всего по итогам года суммарный объем субсидий регионам на АПК превысит 100 миллиардов рублей. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok